что делать сегодня заниматься кружковщиной вот узнаете когда вот я такое слышу где всегда вспоминается бессмертная фраза из одного забавного российского фильма до пацифизмом юности мальчики занимаются что значит заниматься кружковщиной во-первых кружковщина это сам по себе термин с негативной коннотацией с негативной оценкой должны ли люди изучать материализм диалектический как философию до политэкономию как экономическое учение должны ли люди там как социальное учение изучать исторический материализм да конечно должны должны они заниматься чем-то помимо этого а вот это вот их личный выбор но на мой взгляд тоже должны можешь да там организуй какое-то там профсоюзное забастовочное движение можешь распространять знания правильные среди других можешь пиши теоретические статьи то есть никто не заставляет человека ограничиваться только кружковой работой только встречами в дискорде там или он оффлайн и обсуждением важного но без этого обсуждения не появится понимание того что происходит заниматься кружковщины как кружок штука полезная но кружок не единственное что есть в этом мире спасибо в чем ошибался еленков ленков уже ошибался в том что говорю что при социализме будет должна быть товарность на мой взгляд в этом еленков не ошибался это тот теоретический вопрос который мы будем разрешать в теоретических дискуссиях после взятия власти на октябрь 17 года насколько скоординированы были действия центра и совета в регионах больше больше партии практически никак не скоординированы если между москвой и питером еще определенная координация была то в остальных регионах эта координация была очень слабой первую очередь из-за того что у нас в конце существования российской империи и особенно за время временного правительства просто напрочь рухнула транспортная система и система связи в стране вопрос вас советов постепенно перетекала в руки управленцев низы придавали передавали всю инициативу верхам сняв себя ответственность добровольно или под давлением партии вопрос вы знаете мне кажется это связано с некими такими имманентными человеку свойствами мы на самом деле зачастую оказываемся ленивы и нелюбопытные нам проще чтобы кто-то порешал за нас и чтобы вот такие вот настроения когда а чё я решу а все и без меня уже решили чтобы вот такие от настроения у тебя не завладать не возобладали до нужна постоянная работа над собой человека надо учить тому что над собой надо работать поэтому для я искренне уверен что для построения коммунистического общества нужно в большей мере большой мере сочетать и экономический базис и культурную надстройку условно говоря коммунизм это производство плюс воспитание убери что-нибудь одно все развалится а вот с этим воспитанием в советском союзе особенно в последние годы начались проблемы и вот такое вот ощущение да не лезьте никуда там без тебя все решат это немножечко подогревалась сверху подогревалась сверху потому что элите так удобнее управлять никто не лезет с неудобными вопросами гражданам так зачастую удобно жить если все проблемы за них решаются результате мы получаем такой вот извините мещанский консенсус который всех устраивает но стране в целом делает плохо не надо поддаваться мелкобуржуазным инстинктом в самом себе по капле из себя будем выдавливать раба спасибо как хрущев смог всех обхитрить и захватить власти как он смог привлечь жукова но во-первых у меня сложное отношение к георгию константиновичу жукову я признаю его военные таланты безусловно но вот что касается его не военной деятельности у меня есть к нему вопросы которые я уже никогда не задам потому что он умер вот жуков был крайне властолюбив на мой взгляд и возможность занять высший пост в руководстве армии а потом возможно и высший пост в руководстве страны которую жукову обеспечил хрущев да ведь хрущев его сделал наркомом точнее уже министром обороны жукова и это помогло жукову разгромить хрущеву разгромить антипартийную группу маленкова молотова кагановича и примкнувшего к ним шипилова жуков хотел стартовать он нашел себе союзника поэтому здесь ничего удивительного нет человек рвался к власти монапартизм был ему свойственен и он нашел союзника что касается как смог всех обхитрить и захватить власть понимаете никита сергеевич хрущев фигура тоже сложная во первых он не дурак у нас иногда его представляют таким дурачок тупой необразованный полтора класса образования нет с одной стороны с другой стороны за хрущевым стояла вполне серьезная сила этой силой была партийная элита которая получила власть но не получила собственности более того это власть партийной элиты она тоже не закреплялась за ней навечно сталинские чистки хрущевские кстати чистки партийную элиту сильно напрягали когда умер сталин хрущев как мне кажется выступил тем кто может гарантировать нашей партийной элите лидирующую роль в государстве и сохранение их привилегий они поддержали хрущева потом когда хрущев и начал мешать и придумал какую-то дурацкую штуку о ротации партийных кадров тут же мгновенно убрали хрущева можно ли сравнить жукова вот в плане бонапартизма с тухачевским можно 20 пока пара то есть поскольку джуков на порядок талантливее военном отношении то есть по сути можно было бы ожидать от жукова неких так скажем заговоров по отношению к хрущеву уже потом а чё нет то а почему просто хрущев успел раньше он раньше устранил жукова да то есть там как получилось же схем это очень простая сначала хрущев вместе с жуковым убирают берил потом хрущев вместе с жуковым убирают маленкова молотова кагановича потом остаются жуков и хрущев и хрущев убирает жукова успел раньше переиграл насколько был рукав думал что хрущев его не переиграет что он его не уничтожит дешевка и был пойман за руку как дешевка и отправился писать мемуары насколько вообще была у жукова реально возможность стать бонапартом а чё нет мало ли бонапартов в истории а жуков не самый бесталанный из тех кто не хрвался понял пасе так как вы смотрите на теорию о платочки не как и возможным преемники путина я не знаю на самом деле про преемника путина и про платочки на в этой роли но мне совершенно очевидно что у нас нынешняя власть прекрасно понимает рост левых настроений и пытается эти левые настроения каким-то образом анализировать в нужном им направлении вот и появление различных там политических организаций лево консервативной направленности в том числе и движение за новый социализм товарища платочкина вполне может быть как сказать шагами власти по сохранению существующей власти вот я не готов опять же за это поручаться и рвать на себе тельняшку тем более что на мне сейчас нет вот а но не знаю мне платочкин кажется все таки несколько излишне экзальтированным он при новом путине может быть новым жириновским например хорошим а вот новым путина вряд ли скажите пожалуйста а что берия сделал плохого после смерти сталина всегда берю считал порядочным человеком значит тут надо реально там целую большую лекцию читать про то что берия сделал после сталина ну например лаврентий палыч берия предлагал ликвидировать в гдр социализм разрешить капиталистическое производство свернуть коллективизацию свернуть построение социализма в гдр более того берия всерьез говорил о том что возможно надо отдать гдр фрг выступал за объединение германии на таких ну как вот как с австрии с австрии потом получилось да типа внеблоковый статус общий демократизм и так далее с другой стороны берия и в экономических вопросах очень сильно конфликтовал с тем же самым молотовым говоря и маленковым говоря о том что нам срочно необходимо либерализация а сыгинские реформы уже сразу после смерти сталина ну и само поведение его во время смерти сталина до вот этого знаменитая хрусталев машину она несколько настораживает ну на самом деле это очень подробно излагать сейчас так вот крайне конспективно набросал я к берии отношусь с очень большим уважением и очень его ценю но вот то что было в конце это требует осмысления спасибо 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 спасибо